ну что ребятушки привет и вот мы снова в автосалоне и хотим показать вам lada largus для скорой медицинской помощи сейчас мы находимся в автосалоне города тольятти где прошла презентация этого автомобиля и что самое интересное он увеличен в габаритах то есть каких-то отличительных особенностей в плане салона этого автомобиля вы в любом случае не найдете то есть здесь минимальная комплектация автомобиля но здесь весь секрет скрыт непосредственно в том как он оборудован чем он оснащен мы сейчас посмотрим обзор мы начнем с того что обратите внимание есть внешняя розетка внешняя розетка для того чтобы этот автомобиль запитать где-то и уже оказывать экстренные возможно и не экстренные но какие-то вообще называется это реанимационные действия но здесь скорее всего производить какие-то медицинские услуги итак посмотрим чем же автомобиль отличается во первых это высокая крыша посмотрите насколько он выше от обычного автомобиля лада ларгус для сравнения посмотрим бог вот такой высоты у нас стандартный автомобиль лада ларгус а с увеличенной крышей вы можете обратить внимание на автомобиль справа у нас сейчас непосредственно интересует автомобиль для скорой медицинской помощи во первых обратите внимание то что дверь которые предоставляют нам доступ она из композитного материала то есть это не металл это какой-то другой материал скорее всего это пластик ну характерно по звуку что скорее всего это пластик окрашен но посмотрите какое исполнение двери то есть все довольно хандат массивно закрывается обратите внимание на зазоры отличные зазоры то есть это дверь хорошо подогнали кузову автомобиля так вот мы можем посмотреть то что здесь скорее всего сидит фельдшер скорой помощи это его место где он может производить какие-то действия с больным то есть здесь располагается у нас непосредственно больной у него проводят какие-то осмотр анализы и уже делают определенное заключение о том что дальше производить непосредственно с человеком то есть возможно мы помогут именно здесь в карете скорой помощи а возможно ему придется экстренно транспортировать в ближайшую больницу чтобы было понимание и так смотрим медицинское освещение у нас клавиши управления располагаются вот здесь вот в правой части автомобиля давайте попробуем мы смогли включить их то есть все в зоне доступа фельдшера так включаем дополнительную клавишу дополнительное освещение и у нас получается вот такая вот боковая подсветка то есть если мы выключим основное медицинское освещение будет вот так вот такой весьма приглушенный свет очень даже неплохо и так теперь посмотрим на пульт управления непосредственно но конечно же включим основное освещение и так у нас есть розетка на 220 вольт 2 юсб разъема под 12 вольт заглушка не знаю по какая дополнительная освещение сейчас включена в эти попробую тоже включить сильно не отличаются фву честно не знаю врать не буду но у нас есть зона для подключения кислорода и еще два разъема то есть понимаете 4 разъема по 12 вольт это очень даже неплохо скорее всего вот здесь у нас находится сопла кондиционера то есть когда вы двигаетесь пробки здесь тоже должна быть хорошая температура которая будет позволять клиенту ну не клиент так сказать больному чувствовать себя очень комфортно то есть в теплый период жаркий период от конечно же охлаждение салона непосредственно холодный период это нагрев вот этой всей зоны давайте посмотрим как же у нас можно попасть непосредственно заднюю часть автомобиля и как мы можем выгружать непосредственно пациента расположение открывания дверь стандартная то есть ничего нового здесь не произошло но сами двери обратите внимание что сами двери тоже изготовлены из композитного материала это можно понять вот если немножко постучать это очень похоже на пластик выполнена весьма качественно и у меня лично вопросов не возникает каких-либо для того чтобы человека загрузить либо выгрузить есть вот такая вот замечательная ступенька ну или подножка как вам будет удобнее и потом вы подтягиваете сейчас попробуем вот я нажал фиксатор и уже тогда получается выезжает непосредственно тележка она спускается вниз и сюда загружается или помещается пациент и потом она возвращается в исходное положение но в целом за счет того что сам автомобиль я полагаю увеличен в базе а это особенно заметно по длинному бамперу и так называемой наставки видите то есть автомобиль значительно больше чем стандартный автомобиль lada largus для сравнения мы сейчас перейдем в автомобиль ветеринарной службы посмотрите вот вот настолько короче обычный ларгус и естественно настолько длиннее вот такой вот ларгус и за счет этого получается обеспечить хороший комфорт для больных то есть они могут в лежащем положении непосредственно находиться немножко не сказали здесь есть окошко для общения с водителем то есть здесь фельдшер может передать водителя надо ускоряться либо как-то объезжать либо тормозить ну все зависит от того какие реанимационные действия приходится производить с пациентом но сам факт того что есть контакт непосредственно водителя и фельдшера из дополнительного освещения так понимаю включается вот этот наружное освещение для того чтобы грамотно произвести непосредственно погрузку пациента чтобы проблем не возникал и было хорошо видно и так еще у нас здесь есть вода кнопка воды не знаю зачем но я так думаю что это как один из пунктов который необходим для медицинских работников полочки различные которые вмещаются будут вмещать себя конечно же всевозможные препараты ну и в целом вот здесь вот находится если я правильно понимаю то это так называемые фиксаторы для емкостей так называемая капельница если вы помните сюда ставить непосредственно капельницу и уже все как плохо то есть его прокапывают и он уже так как приходит в нормальное состояние здесь наверху у нас также находится система кондиционирования вот если мы так вот немножко приспустим то есть здесь производится вентиляция ведь открывается закрывается но в целом весьма хорошее решение и если быть откровенным то автомобиль lada largus как и автомобиль lada 4 на 4 стал таким носителем различных модификаций то есть автомобиль сам по себе хороший надежный и много фирмопроизводителей непосредственно занимаются его так сказать переделкой под различные нужды то есть у нас есть непосредственно скорая помощь у нас есть рефрижератор у нас есть вот такой вот детский социальный автомобиль и у нас есть обычный автомобиль медслужбы ну здесь каких-то кардинальных трансформаций нет но если вам интересно и мы так сказать начали изучать эту тему то мы посмотрим здесь более короткая тележка если я правильно понимаю то здесь база не удлиненная и это скорее всего наверное больше подходит для транспортировки детей потому что каких-то больших габаритов у этой тележки я не вижу ну вряд ли здесь поместится взрослый человек хотя мы проводили эксперимент непосредственно усаживались и делали спальное место из так сказать салон автомобиля lada largus когда сложен второй и третий ряд сидений и расположиться можно но не так свободно как это можно сделать автомобили с удлиненной базы посмотрите вот он largus с разделенной секции между водительской и медицинской зоны и вот он largus удлиненный и здесь можно обратить внимание непосредственно на то что то здесь место значительно больше да и сама каталка она длиннее вот этот автомобиль был бы отличным предложением для каких-то мегаполисов где очень сильно загружен автотранспортный город и компактные размеры позволяли бы ему более оперативно лавировать во дворах среди пробок ну и естественно использует при этом проблесковые маячки то есть спецсигналы давайте вернемся к нашему такому компактному автомобилю скорой помощи на базе lada largus здесь каких-то кардинальных трансформаций не произошло исключением вот это вот большой перегородки которая скорее всего сделана из пластика каких-то трансформаций огромных нету то есть все обшито опять таки же пластиком если я правильно понимаю то это пластик исключительно для именно этой версии автомобиля здесь у нас также имеется столик для того чтобы расположить какие-то медицинские препараты то есть возможно сделать укол а возможно и просто проверить температуру в верхней части у нас также имеется отформованный потолок пластиковый здесь ничего нового ну и получается доступ к месту фельдшера у нас осуществляется непосредственно с другой стороны то есть вот здесь у нас располагается фельдшер насколько ему комфортно ну такое обычное второе место со второго ряда здесь каких-то кардинальных изменений не произошло скорее всего даже не меняли сиденье просто обшили его вот таким вот материалом да так есть обратить внимание что сиденье как таковое не меняли то здесь осталось абсолютно такое же также она легко складывается и вообще она была изначально предусмотрено для того чтобы удобно попадать на второй ряд сидений в плане комплектации у этого автомобиля каких-то инноваций со стороны на месте водителя нету то есть автомобиль минимальной комплектации обратить внимание даже нету пассажирской подушки безопасности нету непосредственно метафона и какой-то каких-то вставок хромированных красивых то есть это все сделано для того чтобы сэкономить и больше потратить ресурсов непосредственно то чтобы сразу сразу сделать автомобиль комфортнее для транспортировки автомобиль больных и соответствующим образом осуществлять помощь тем кому это требуется а вот такой вот небольшой короткий обзор двух спецавтомобилей на базе lada largus стандартный кузов стандартные размеры и удлиненные размеры высокая крыша смотрится весьма впечатляюще и если бы вы находились рядом со мной то вы бы оценили все это прекрасное действие кстати автомобили если можно обратить внимание с новой решеткой радиатора ну правда вот эти вот горизонтальные линии не хромированный опять так же говорю не окрашенный бампер минимальная комплектация все с аккумулировано для того чтобы сделать именно более комфортным место для сотрудников скорой медицинской помощи и непосредственно больных нам удалось получить непосредственно презентационный материал специального и коммерческого транспорта на базе автомобиля лада и конечно же прайса сейчас начнем мы с презентации чтобы вы понимали нас интересует габариты автомобиля посмотрим и так обычный автомобиль lada largus он с обычными габаритами нас интересует непосредственно автомобиль медицинской службы удлиненный и если я не ошибаюсь это будет вот этот вот вариант в принципе они что для одетных социальных автомобилей что для этого вот медицинская помощь и так длина этого автомобиля составляет 4840 миллиметров ширина 1750 и высота 230 то есть вот такой вот довольно длинный и довольно высокий автомобиль и так дополнительные носилки как вы можете посмотреть записание цвет кузова белый все цвета графическая схема все по госту вот такие фотографии совмещенный ничего как бы инновационного кроме габаритов и оснащения этого автомобиля давайте теперь поговорим непосредственно о ценниках и так lada largus медицинская служба такой автомобиль обойдет такой автомобиль обойдется от 959 тысяч 900 рублей медицинская служба 795 с минимальным набором скоро медицинская помощь класс а 1 миллион триста десять тысяч рублей ветеринарная служба все в районе миллиона но нас интересует непосредственно медицинская служба то есть вот этот автомобиль удлиненный с величиной крышей 1 миллион триста десять тысяч рублей если быть точным 1 миллион триста 11000 рублей вот такой распорядок цен в целом это не так много как бы вам показалось потому что автомобили которые скорой медицинской помощи которые конструируются из минивэнов они стоят на порядок дороже то есть это хорошее ценовое предложение всем большое спасибо за просмотры ставьте лайки подписывайтесь на канал естественно комментируйте выражать свое мнение ну а мы говорим вам пока мы были в автосалоне который находится в городе Тольятти дилерский центр центральное СТО всем спасибо всем пока